В начале третьего тома «Войны и мира» Толстой повторяет свою любимую мысль о том, что исторические события зависят не от воли великих людей, а порождаются бессознательной общей роевой жизнью человечества. Миллионы людей, считает он, никогда не двинулись бы с запада на восток Европы по одному приказу Наполеона. У них были свои причины на это. «В исторических событиях, – убеждает Лев Николаевич, – так называемые «великие люди» – только ярлыки, дающие наименование событию. Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле, не произвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно». Объявление Наполеоном войны 1812 года происходит почти случайно, противно как стратегическим соображением, так и действием дипломатов, которые в эти дни усиленно работали для установления мира. 12 июня 1812 года Вонапарт приказывает своим войскам перейти Неман и войти в пределы России. На следующий день он и сам переезжает устроенный на лодках мост через Неман и скачет на лошади к городу Ковна. Русский император, между тем, уже более месяца живёт близ границы в Вильне, делая смотри и манёвры. Хотя возможность войны всем ясна, для неё в России ничего не готово. Русские войска раздроблены на три армии, в каждой отдельный главнокомандующий, общего нет. Зато даются многочисленные балы у польских магнатов. На одном из таких балов генерал-адъютант Балашов и сообщает царю в середине танца о начале французского вторжения. Александр немедленно велит написать приказ войскам, где провозглашает, что не заключит мира до тех пор, пока на русской земле останется хоть один вооружённый неприятель. Царь посылает Балашова с личным письмом к Наполеону для объяснений последних переговоров с ним. По пути Балашов встречается с французским маршалом Мюратом, потом с маршалом Даву. Мрачноватый Даву четыре дня удерживает Балашова в своём лагере. Потом его отвозят в уже занятую французами Вильну, где Наполеон принимает русского генерала в том же доме, из которого его несколько дней назад отправлял Александр I. В разговоре с Балашовым Бонапарт возлагает вину за начало войны на российского государя, высокомерно замечая. А ведь император Александр мог иметь такое прекрасное царствование. Он мог бы сделать своей империи больше присоединений, чем Екатерина Великая, и всем этим был бы обязан моей дружбе. Но теперь я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Обедая с Балашовым, Наполеон беседует с ним так, как будто русский генерал безмерно ему предан и радуется унижению своего монарха. Тем временем князь Андрей после измены Наташи пытается разыскать и вызвать на дуэль Анатолия Курагина, а потом уезжает в штаб Кутузову на войну с Турцией. Балконский теперь чушь тех светлых мыслей, которые приходили к нему на поле Аустерлица, у Старого Дуба и во время разговора с Пьером на пароме. С началом войны 1812 года князь Андрей переводится на её театр. Перед отъездом туда он посещает отцовское имение Лысые горы, где подрастает его сын Николушка, а старый князь, ставший непомерно раздражительным от дряхлости, постоянно ссорится с княжной Марией из-за француженки Бурьен. Князь Андрей высказывает отцу резкое мнение о Бурьен и в первый раз в жизни уезжает из дома в жестокой ссоре с родителем. Балконский приезжает в Дрисский лагерь русской армии, где несколько партий выставляют разные, непохожие планы войны. Немецкий полководец Пфуль убеждает, что надо защищаться в Дриссе, однако другие советуют немедленно уходить оттуда. Опытные вельможи уговаривают Александра первого покинуть войско, чтобы не мешать боевым генералам. Князь Андрей еще со времен Шенграбина и Аустерлица убежден, что исход сражения решают не искусные планы вождей, а дух народа и солдат, что главную пользу на войне приносят не главнокомандующие, а участники боев. Исходя из этого убеждения, он самоотверженно решает провести войну не в штабе, а в действующей армии. В армии со своим Павлоградским полком находится и Николай Ростов, ставший опытным военным. Николай мечтает вернуться домой, к мирной жизни и соне, но начало борьбы с французами не позволяет ему сделать этого. Эскадрон Ростова участвует в бою в местечко Островно. Николай устраивает здесь смелую атаку на французских драгунов, берет пленника и получает за это Георгиевский крест. Однако, при виде совсем не вражеского, а перепуганного, комнатного лица пленного, у Ростова появляется чувство противоестественности войны и убийств, которое не оставляет его и потом. Наташу Ростову потрясение от разрыва с князем Андреем приводит к долгой болезни. Но молодость берет в ней свое, и Наташа начинает понемногу отходить от горя, мучаясь раскаянием в том, что она безвозвратно погубила свою жизнь. К Ростовым часто приезжает Пьер. После прежних нечаянных слов о том, что ежели бы он был свободен, то на коленях просил бы руки любви Наташи, Пьер больше не заговаривает с ней о своих чувствах. Она же считает, что то были просто ободрительные слова для утешения плачущего ребенка. На Петровский пост Наташа часто ходит в церковь, где слезно просит Бога простить и помиловать ее за всю мерзость. Вскоре после начала войны вся московская знать собирается к обедне в домовую церковь Разумовских. Наташа, идя по храму среди толпы, слышит перешептывания многих на свой счет, но не обращает на них внимания. Она всей душой молит Господа, чтобы он направил к добру ее волю и спас Россию от иноземного нашествия. Личные несчастья и роковая минута судьбы Родины сливаются для Наташи в одно. Жизнь Пьера освещает новым смыслом, внезапно вспыхнувшее в нем увлечение Наташей. Однако начало войны потрясает его еще глубже. Пьер жаждет послужить Отечеству, совершить во имя него великий подвиг. Он узнает от одного масона, что сумма числовых значений букв в словах «Император Наполеон» равна апокалипсической цифре 666. Случайно вычислив, что той же цифре равна и сумма букв в словах «Русский без ухов», Пьер исполняется уверенностью, что именно ему таинственной судьбой предназначено положить предел могуществу и власти Наполеона. Боясь своего чувства к Наташе, прежней возлюбленной лучшего друга, Пьер решает больше не бывать в Ростовах. Младший брат Наташи и Николая Петя рвется на войну. По юному возрасту его не принимают на армейскую службу. Петя тогда решает прорваться с просьбой об этом к самому Александру I во время царского приезда в Москву. Посреди давки в толпе народа Петя наблюдает за встречей государя в Кремле, где искренний патриотический восторг мешается с обычным слепым возбуждением и ревом массой. Пробиться к монарху Пете не удается, однако старый граф Ростов в виде настойчивости сына все же соглашается отпустить его в войско. Пьер присутствует на чтении царского манифеста о войне дворянам и купцам в Слободском дворце. И на этом собрании обстановка очень сумбурна. Люди в зале произносят противоположные по смыслу речи, яростно спорят друг с другом. Но когда к присутствующим выходит сам Александр I, разногласия мгновенно стихают. Дворяне с энтузиазмом клянутся выставить многочисленное ополчение. Купцы пожертвовать крупной суммой. На следующий день почти все сами дивятся тому, что наобещали в мимолетном патриотическом порыве.